итак всем привет с вами снова лебедев и сегодня у нас будет долгожданный рынок мониторов на самом деле необходимость выпуска нового рынка назрела уже достаточно давно потому что практически все монитора которых я раньше упоминал то есть в прошлых рынках они уже давно или пропали из продажи или стали стоить неадекватно дорого плюс сам рынок меняется сейчас 4k 144 герца постепенно начинает идти в массы пока еще нельзя назвать этот стандарт прям народным потому что цены на мониторы начинаются от 40 тысяч рублей но это уже гораздо лучше чем было там не знаю полтора-два года назад ну что же переходим постепенно к делу у нас сегодня будет квад hd 4k мониторы full hd в этом выпуске не будет сделаю в следующей части потому что иначе видос будет слишком длинным так что поехали первый монитор у нас будет ardor infinity pro это аем от компании китиси собственно там может быть две панели того шка 8.2 либо и на люкске сеть gq семье в реальности не суть важно какая там будет панель из этих двух потому что они практически идентичны они обе быстрые обе хорошо показывают то есть у них примерно одинаково хороший нативный статический контраст у них нормальное покрытие полу глянцево полуматовый у них full p3 охват что у одной что у другой ну практически full p3 и поэтому не суть то страшно не суть важно какая именно там будет панель в общем и целом за 20 тысяч рекомендую максимально этот моник потому что он такой же по факту как все остальные квады но стоит 20 кафф dns то что там шильдик ardor и не ardor это вообще ничего не означает абсолютно ну кроме того что вы не платите плюс 5-10 тысяч за шильдик asus или lg я ну да я уже предвкушают это в комментах да ты ничего не понимаешь да там матрица отборная да там компоненты качественные ну и всякая такая прочая фантастика фантастическая так вот обязательно пишите в комментах кто что думает на эту тему я на каждый комментарий отвечу как-то так на тему сан винда из сетелинка долго искал какая там панель так и не нашел по идее там тоже должна была бы быть или оошка 82 или на люкскую семье но меня смущает то что у него указаны 144 герц развертка в спеках там может быть старый на люкс который чуть более медленная может быть боя nf1 или nf2 в общем проще просто взять ardor а когда ордоры закончится тогда мы уже скорее всего будем знать какая матрица стоит sun wind и уже можно будет тогда вы решать брать его или нет далее у нас кулер мастер gm27 fqs это монитор который в обзорах шоу с оошкой 8.2 но продается чаще всего с аналюксом к cg q7e но в реальности разницы нет поэтому если по каким-то причинам вам не нравится там дизайн или ножка ордора можно взять кулер мастер ну а так по большому счету это точно такой же монитор как тот самый ордор инфинити про просто другая ножка другой дизайн и выше цена midwk gaming сильно подорожал и смысла в нем теперь особого нет мсi g2 sims 3qf он уже к сожалению шоу в небытие либо продается за неадекватные деньги поэтому в принципе о них я думаю что нету смысла говорить да и вообще если честно тот же самый новый на люкс ну или 82 оошка вполне хорошие панели поэтому как-то смысла бегать за g2 sims 3qf большого я лично не вижу из 27 дюймов квадров 144 165 это в принципе все все вот эти вот asus туфы бесконечные лыжи там какие-то гл 850 гн 800 смысла покупать нет никакого они дают или то же самое или они дают меньше потому что более старые матрицы стоят при этом дороже в общем абсолютная бессмыслица но если вам очень хочется иметь там шильдик asus на мониторе или там шильдик lg то вы наверное ошиблись каналом может быть я не берусь прям категорично судить но предположение такое имеется именно так и пожалуй упомяну еще один qd монитор он практически на данный момент единственный в своем роде это вот этот мукай 24 дюйма 165 герц квады hd монитор но тут понятно что 24 квадов уже давно давно не делают тем более и ps квадов минус мукая только такое что нужно вообще-то по хорошему менять bp который вот комплекта у нее очень хороший нужно покупать другой но кому нужна именно такая диагональ с таким разрешением допустим дотером то это имба однозначно берите тем более он есть с алика с доставкой из рф и как бы он при этом достаточно быстро конечно будет хромать стоковая калибровка ну зависимости от панели как повезет но это тоже все дело решаемое цена 20000 пожалуйста абсолютно имба без альтернатив для тех кто понимает зачем мы это теперь что касается 32 квады hd мониторов сейчас самое выгодное предложение на рынке из всего что есть это кулер мастер game 30 датью построен он на интересной панели боем в 315 qhb n 2 0 интересно эта панель тем что сама по себе она достаточно нерасторопная рекомендуется использовать настройки овердрайва ультрафаст или дайнэмик в кулер мастере конкретно это улучшает ситуацию но не делает ее идеальной кстати такая же точно панель стоит и в масса и mac 320 динар тоже 32 квад hd монитор но монитор от и масса и к сожалению стоит заметно больших денег и ничего не дает взамен с альтернативами от acer похожая история поэтому пожалуй что кроме кулер мастера брать в общем то из 32 дюйма квадов по сути и нечего вей мониторы напоминаю я не рассматриваю кроме одного это одессе g7 и мы постепенно переходим к квадном 240 до одессе g7 до сих пор актуален сейчас он конечно уже не так хорош как был три года назад но понятно три года это большой срок для монитора но он все еще остается единственным по факту своем роде быстрым 240 герц веи квады hd monica аналоги типа лося porsche a27pd или омена 27c все же немного другие они построены на немного других панелях они немного медленнее там оошки стоят поэтому одессе и да у него минус к что он дорогой до сих пор там 45 к новой за эти деньги конечно я бы наверное не брал как и другие и ps квады hd 240 герц монитор и например вот этот вот philips то есть я считаю что это слишком дорого но кому надо именно 27 дюймов квады hd вы знаете что покупать ну еще есть вариант тут нас днс это лось g274 кузы мини лет 240 герц квады hd монитор тоже и ps но 85500 рублей по моему мнению это слишком слишком большая цена слишком дорого ну что ж пора переходить 4к монитором на самом деле 4к мониторов сейчас раздолья разной диагонали 27 до 32 дюймов но из интересного не так давно появился acer для 75 это 4к 144 герц монитор диагональ 27 дюймов стоимость 40000 в целом за эти деньги вполне себе хорошее решение единственный момент что нету точной информации о том какая там стоит панель но к большому счастью в спеках днс указана степень коутинга покрытия и по нему я нашел что скорее всего это лыжи lm-270 vr-8 ssi 1 в реальности это не сильно удивляет на рынке уже есть монитора на этой панели но этот стоит дешевле и панель вполне себе хорошая на самом деле она в достаточно большой степени лишена тех недостатков которые были у лыжи lm-270 gen 2 там ген-1 в меньшей степени ген-3 то есть это низкого нативного статического контраста это ярко выраженный угловый эффект а панель при этом достаточно быстрая хотя конечно не быстрее чем и на люкса 28 дюймов но мониторы с этими на люксами стоит уже несколько дороже там скорее 50000 рублей это допустим вот этот вот лось или гига м28 ю или одиссеи g7 и ps4 к 44 или mac 281 все эти мониторы одинаковые все они построены на одной панели вот этой и на люкс м280 dhg кей 7 н на самом деле эта панель это одна из лучших и ps-матриц современности если не брать в расчет сравнения с моделями с мини ледом и так далее и тому подобное самое главное преимущество в том что она ну невероятно быстро это на самом деле заметно невооруженным взглядом очень даже хорошо и вы можете здесь наблюдать замеры на ртингсе на гигу м28 ю а все эти мониторы которые перечислил до этого они тоже построены на этой панели соответственно не такие же быстрые единственное что могу сказать про mac 281 я на нем почему-то в bios не могу зайти обычно причем даже если он подключен вторым я не могу зайти с первого bios при этом вот такая вот неприятная особенность по идее у других мониторов такого быть не должно по крайней мере точно знаю что у лося 28 gx2 этого нет поэтому как-то чё там си не доработали ну а так можно выбирать любой монитор из тех что базируется на этой матрице выбирайте просто скорее по дизайну по ножке там по цене можете выбирать тоже хорошее занятие покрытие мониторов на этой панели тоже вполне себе хорошая она не страдает каким-то сильным глоу эффектом у нее неплохой нативно-статический контраст широкие охваты в общем панель очень хорошая горячо рекомендую до 50 тысяч рублей пожалуйста приобретайте то есть это 275 эйсер и это все монитор на 28 дюймов и на люксе это просто отличное решение если нужен универсальный хорошо показывающий быстрые мониторы для игры для фильмов и для работы для всего замечательные машинки из 32 дюйма 4к мониторов я пожалуй отмечу только philips 32 м1 n 5800 а это монитор который базируется скорее всего на панели и на люкс м315 dc и к 7b эта панель не новая она была в гигабайт м32 ю и fi 32 юн панель неплохая из плюсов у нее приемлемые скоростные характеристики это не 28 дюймов и на люкс конечно который стоит вот в мониторах вышеупомянутых но все равно нормально у нее чуть более низкие 10 и p3 охвата нежели у вышеупомянутых 28 дюймов панелей но все остальное в порядке и покрытие в порядке и нативность от контраста порядке и сильного глоу эффекта нет в общем панель вполне себе достойная единственное что меня смущает цена это 65 тысяч рублей то есть на 15 тысяч дороже среднего 28 дюймов 4к моника то есть мы платим 15000 получаем три с половиной дюйма диагонали но теряем немножко скорости и немножко цветового охвата ну кому нужен размер монитора побольше для того это сильно большой потери наверное не будет но я бы блин как-то не знаю я бы наверное не доплачиваю я бы лучше взял бы 28 кайфовал тем более 32 дюйма прямой моника донсит на здоровая бандура которая подходит не для всего ведь вообще-то в мониторах не работает принцип больше значит лучше для определенных задач там для определенных игр там в зависимости от конкретного человека предпочтение в диагонали могут отличаться причем вы можете думать что вам надо 32 на самом деле вам идеально подошел бы 27 или даже 24 такое достаточно часто на самом деле встречается такие пироги ну и постепенно переходим к топовому сегменту мониторов это у нас самые дорогие 4к моники с миниледом то есть фаудом это оледы ну начнем с наверное с одиссеев g7 нео и g8 нео де-факто g8 нео не особо интересен на бумаге все круто 240 герц 32 дюйма 1196 зон 4k и так далее и тому подобное но де-факто на 240 герцах заметны сканлайны причем достаточно явно а покрытие отличается g7 нео далеко не в лучшую сторону она гораздо более грубая мутная более матовые это большой минус на самом деле поэтому g7 нео наверное все же будет более интересен кстати да у меня он основной монитор я его купил за 60к на авито новый с царапкой справа а именно в магазе или на авито если брать цена будет начинаться от 95 100 тысяч рублей интересно то что на rtings рекомендуют ставить на этом мониторе local dimming в режим высокая я считаю что это неправильно потому что тогда local dimming работать не так как должен в идеальных условиях fault должен включаться только когда нужно отобразить черный цвет а в режиме local dimming high то есть высокий fault работает когда нужно отобразить даже серый цвет и сильно затемняет эту область по итогу все заканчивается сильным black крашем я считаю что это не очень круто поэтому local dimming и мхо нужно оставлять в режиме авто тогда он работает именно так как должен вы в реальном контенте получаете картинку практически неотличимую от оледо при этом не испытывать каких-то проблем с black крашем и так далее и тому подобное скоростные характеристики g7 нео также в полном порядке минус основной у него только один и это углы обзора которые достаточно сильно ограничены особенно перти кали то есть это монитор для одного человека и для определенной посадки определенной позиции то есть смотреть на него нужно только во фронт именно так это и работает плюс высокая цена до около 100 тысяч цена высокая да но вы также должны понимать что g7 нео в данный момент по моему мнению это лучший мультимедиа монитор и жека в плане в целом качество картинки насколько мне известно одессеи g7 и g8 нео в данный момент это единственные на рынке вей мониторы с таким количеством зон local dimming и 4k 144 плюс при этом надо понимать что это вейка быстрая и при этом это вейка также имеет высокий нативный статический контраст если взять допустим asus вот этот вот pg32 uqx который тоже имеет 1196 зон но на и ps он такого реального контраста давать не будет то есть там картинку уже не будет так похоже на лет как она похожа на g7 нео поэтому учитывая невероятную цену того же pg32 uqx учитывая то что в целом по качеству картинки он будет уступать g7 нео у него есть аспекты которых он лучше например это яркость особенно в hdr это будет заметно но касаемо именно качество картинки потребительском именно сегменте g7 нео в данный момент лучший жк монитор в мире поэтому ну стоит или не стоит он 100000 это решать вам в целом касаемо 4 коммоников наверное обо всем поговорили я не буду затрагивать всякие оледы for 48 ю лыжи у 4022 них уже и так все знают 4022 вы можете поставить вместо монитора но для определенных задач там какие-то сингл игры поиграть и нужно расстояние определенное до него то есть желательно больше метра потому что 42 дюйма это огромная дура 48 я вообще даже не говорю это не монитор это телик без тиви тюнера поэтому об этом особо как-то говорить мне кажется смысла большого нет из более практически применимых оледов есть лыжа 27 gr95 это квад hd 240 гер 27 дюймов олед но есть проблема и даже не одна проблема а две во-первых покрытие но у него более матовое чем обычно и вторая проблема его пиксель то есть точнее субиксельная структура это rvgb соответственно текст будет отображаться в любом случае с некоторыми артефактами по крайней мере пока что может быть как-то это можно решить лиртайпом я в этих вопросах не очень силен но проблема в данный момент присутствует и с ней ничего особо не сделаешь так что такие вот две проблемы плюс монитор стоит очень больших денег и его у нас не купить в рф официально есть еще куда и оледа ультравайды там много кто выпустил самсунге выпустили первыми выпустил dell 3423 dv свой чем ситом какой-то выпускает но там другая проблема там qd олед там вроде нормальное покрытие практически глянцевая но сам по себе куда и лет он такой по своей природе что если есть какое-то внешнее освещение то черный цвет он показывать уже не может он там такой фиолетовый показывает это проблема плюс там тоже не совсем все идеально с текстом плюс он ультравайт плюс это не 4к все эти мониторы что лыжа 16 на 9 что вот этот вот 21 9 ультравайт и как бы 4к оледы пока не выпускают компании ну понятно почему они 4к вывести через год чтобы заново продать по второму кругу то же самое людям но это просто потому что те кто ждет оледы они купят сейчас оледы которые есть и через год купят опять то же самое только 4к это называется капитализм очевидно что это специально делается то что никаких ограничений производственных данный момент нет чтобы делать 4к мониторы просто ну вот так вот потому что могут потому и делают такие вот пироги вообще кстати тема ультравайда в целом даже как-то освещать не хочется потому что особо и нечего пропадают мониторы даже прямых и песов мало осталось и цены высокие а покупать вейки ультравайды супер медленные ну не знают ультраширокоформатники 32 9 тоже понятно что если вам нужен подобный монику берете g9 него и все там 2048 зон и супер огромная цена но может быть сим рейсеры возьмут по сим рейсером надо еще шире там они ставят 3 монитора по 16 на 9 и ставят эти вот призматические штуки чтобы их визуально объединять в любом случае это очень узконаправленные уже тут продукты и люди которым они нужны они берут и покупают их они не смотрят ни ки рынке они так знают что им нужно а если вы просто хотите по приколу купить себе 32 9 я единственный что скажу не надо этого делать потому что вы разочаруетесь в лучшем случае вы сдадите в магазин потеряете время лучшем случае он останется у вас вы не будете его использовать потеряете деньги в общем примерно так всем ребят огромное спасибо за просмотр с вами был как всегда лебедев не забываем подписываться на канал не забываем посещать вечерние стримчанские также не забываем подписываться на мою группу вконтакте всем огромное спасибо всем удачи и до скорой встречи на юнион поинт давайте ребят